Масштабной реконструкции в Шимкенте подвергнется расположенный побережье Кашкараты частный сектор, в том числе район Зеленой Балки. Аким города Габидул Абдрахимов акцентировал внимание на необходимость реконструкции жилых массивов старого города. Я бывал там и видел в каких ужасных условиях живут наши люди. Наша задача снести ветхие дома и построить на их месте многоэтажки. Взамен старых и бар и сараев будем предоставлять новые квартиры. Пока будет идти строительство домов арендуем для людей жилье. Предстоящая реконструкция для них – это хороший шанс улучшить свои жилищные условия. По словам Акима Шимкента, согласно генплану, 60% жителей должны жить в многоэтажных зданиях. Сейчас в Шимкенте все наоборот. Многоэтажные дома составляют лишь 30%. Горожане возводят дома, где нет ни воды, ни света, ни газа. Просто шлепают их из самана. И если раньше Акима отшел таким жителям навстречу, их дома были узаконены, то теперь таких поблажек не будет. Сотрудники департамента ПЧС год от года не перестают предупреждать, что при возведении жилых домов необходимо соблюдать все строительные нормы. Мы живем в сейсмоопасном регионе, и поэтому это требует соответствующего реагирования. Первое. Частные дома должны строиться с расчетом того, что может тряхануть. Государственные дома должны строиться с учетом сейсмоопасности районов, что сейчас и делается. Ни один проект не строится даже это здание, без учета больности зоны, в которой меры принимаются. Однако далеко не все жители следуют рекомендациям, заботятся о собственной безопасности. А ведь землетрясения и сильные ливни могут лишить людей не только крова, но и жизни. Так и случилось в феврале этого года. Еще совсем недавно на этом месте стоял дом. В одну ночь две семьи, жившие под одной крышей, лишились единственного жилья. Грохот был ужасным. Я сразу и не понял, что произошло. Соскочил с кровати и пытался выйти на улицу. Но дверь была завалена, свет отключился. Я начал спрашивать, все ли дети целы. После чего выбил окно, и соседи, которые собрались во дворе, начали принимать детей из окна по одному. Как показала экспертиза, дом был построен из саманных блоков и не имел крепкого фундамента. Ливни сделали свое дело. К счастью, тогда никто не пострадал. Причем это далеко не единственный дом в районе Зеленой Балки, возведенный с нарушениями строительных норм. Габидулла Абдрахимов поручил активизировать программу Шанарак по сносу ветхого жилья. Здесь две с половиной тысячи частных домов. Все они очень старые. Три из них находятся в аварийном состоянии. Необходимо переселить людей во временное жилье и снести дома, пока беды не случилось. Дома могут рухнуть в любой момент. Микрорайоны Коксай-2 и 3 будут реконструировать. Сейчас жилой фонд района составляет более 174 тысяч квадратных метров. Под снос попадают строения на 14 тысяч 860 квадратных метров. Сами жители микрорайона Коксай предстоящей глобальной реконструкции относятся по-разному. Ну зачем их ломать? Пускай они можно обновить и пускай эти люди живут, потому что на очередь становятся. А кому квартиру дают, а их ломают. Зачем ломать? Пускай туда заселяют, других ждут, пока построят дома. Правильно же? А ломать не надо. 30 лет я здесь живу. Думаю, обеспечить. На улице не оставить, по-моему. Ну если квартиры там дадут, в хорошем районе, то можно. А так не знаю, не могу сказать. Готовиться к переезду глава города посоветовал и владельцам строительных магазинов, расположенных в Старом городе. Развитие старого городища города Шипеда, в центре вы знаете, да, есть халаш. Для того, чтобы развивать этот центр, нам необходимо его очистить от объектов, которые сейчас там находятся. Все эти объекты незаконны, потому что это место имеет историческую ценность для государства. Там должны проводиться археологические раскопки. В этих местах вообще нельзя ничего строить. Историки старожилы Шипеда такому повороту только рады. На протяжении многих лет общественность просила власти прекратить торговлю в историческом месте города, ведь именно здесь расположена древняя цитадель, первое упоминание которой появилось в письменных источниках в 13 веке. Редактор субтитров А.Семкин